Влад Лей. Северянин. Книга седьмая. Викинг. Конунг Севера. Глава первая. Головокружительный карьерный рост. Возле костра сидели только мы двое и неспешно вели беседу. Подданные короля, как и мои воины, сначала несмело топтались вдали, удивленно глазея на своего вождя и правителя. Они совершенно не понимали, почему тот вдруг соизволил говорить с каким-то варваром с севера, как с равным. Ну а мои недоумевались, чего это вот он. Ярл и, возможно, Конунг вдруг уселся возле костра с каким-то вельможей южан и ведет с ним беседы, как со старым другом или, как минимум, хорошим знакомым. Так-то и те, и другие были правы. Вот он и король ранее не встречались. Ну а даже если и было такое, то назвать их друзьями было сложно. Но вот игроки, под управлением которых были эти самые вот он и король, друг друга знали. И даже провернули одну аферу. «И как же теперь тебя зовут?» — поинтересовался я у короля. Тот усмехнулся и, словно бы пародируя кого-то, вполне возможно, что собственного мажордома пафосно выдал. «Правитель Шиала и окрестных вод, защитник страждущих и покоритель земель, его величество король Дитрих Первый!» «Так в Шиакрестных вод!» — хмыкнул я. «Ну, мой флот наводит ужас на местных рыбаков», — рассмеялся его величество. «Что-то ни разу не слышал, что у Шиала появился флот», — задумчиво протянул я. «Когда только построить успел!» «А вот такой вот я!» — улыбнулся Дитрих. «И сколько же у тебя кораблей? Сколько флотов?» «Пока один». «Не густо. А сколько в нем кораблей?» «Ты не понял. У меня корабль один!» «Я неверующе уставился на короля, а затем не сдержался и заржал. Король тоже улыбнулся, а затем присоединился ко мне. Мы хохотали, вызывая огромное недоумение у кружащих неподалеку от нашего костра людей». «Да, окрестные воду могут спать спокойно», — наконец смог выдавить я из себя. «Слушай, а покоритель земель ты такой же, как и адмирал?» «Ну, типа того», — кивнул король. «Отжал пару деревень у соседей, разбил их наемников, и теперь я покоритель». «Да, у вас на юге я уже бы прослыл кем-то вроде Чингисхана». «Что, пришлось повоевать?» «Еще как!» — хмыкнул я. «Я смотрел несколько твоих видео. Сатом вы здорово надавали». «Есть такое», — кивнул я. «Но всё-таки объясни мне, как ты стал королём? У меня это просто в голове не укладывается». И действительно, представить ситуацию, когда, казалось бы, обычный наёмник, коему был Дитрих по прозвищу Хорёк, вдруг стал королём, было сложно. Даже тот факт, что он как-то смог просочиться в Королевскую гвардию, уже был странным. Но ту историю я помнил. Сам же Дитрих, или, точнее, управляющий им игрок Саша, с которым мы пересекались ещё во времена бета-теста Норхарда, рассказал. «По большому счёту во всей этой истории виноват был я, ведь именно мой отряд и мои корабли прибыли к берегу. Разорились селения, в котором Дитрих служил обычным стражником. Учуяв проблемы и забив на службу, он смог таки выжить, а затем заявился назад в разорённую уже деревню и как герой довёл оставшихся жителей, часть мы тогда забрали с собой в качестве треллов, до столицы, где и поведал обо всём случившемся лично королю. Король тот, к слову, был редкостной тряпкой, трусом и недотёпой, поэтому королевством по сути правил один из военачальников. Некий граф Войте, довольно-таки ушлый и сообразительный тип. Да и чего уж греха таить, полководец он был неплохой. Скорее, именно благодаря его стараниям шиал ещё не растащили на куски соседи. Похождение Дитриха произвели впечатление на монарха, и на бывшего стражника, наёмника, снизошла поистине королевская милость. Его взяли в ряды королевских гвардейцев, личной охраны короля и элитного подразделения королевства. Да вот только Дитриху там было, мягко говоря, некомфортно, и причиной тому был всё тот же граф. Тот и часть других вельмож считали, что наёмнику не место в рядах гвардейцев, где зачастую службы несли отпрыски благородных семей и самых уважаемых людей королевства. Дитрих понял, что нынешнее его место очень и очень временно, и решил воспользоваться служебным положением. А если точнее, связался со мной в Реале, и мы с ним сговорились. Проще говоря, Дитрих подготовил всё к тому, чтобы северяне без особых сложностей смогли взять столицу Шиала. И мы это сделали. Рэдволл мы разграбили по полной. Причём Дитриха тоже не обделили. Его доля была такой, что он с лёгкостью мог посоревноваться с олигархами королевства, меряясь богатствами. Хотя, конечно же, делать этого он не планировал. Налоговой во времена викингов ещё не было, но особо любопытные личности могли задаться закономерным вопросом. А откуда это у наёмника? Ну ладно, гвардейца. Появились такие деньжища. Честно говоря, я был уверен, что после всей этой нашей авантюры Дитрих по прозвищу Харёк свинтит из Шиала куда подальше, а сядет где-нибудь и будет жить припеваючи. Ну или на крайний случай создаст отряд наёмников и начнёт куролесить себе в удовольствие. Но нет, Дитрих поступил иначе. Имея довольно-таки приличные запасы золота, он начал подкупать людей. Сначала наёмников, служащих Шиалу, затем подмазал военных, следом чиновников. Как человек из 21 века, Алекс сделал это вполне умело, аккуратно и профессионально. Так что мало-помало у него появилась не только собственная сеть осведомителей, но и без преувеличения собственная армия. А вот дальше случилась беда. Появился-таки свидетель злодеяний Дитриха. Или, что правильнее человек, само существование и слова которого могли быть доказательствами предательства Дитриха, свидетельствами сговора Дитриха с нами, северянами. И свидетель этот сразу попёрся к графу Войте, всё ему выложив. Далее произошло то, чему ни я, ни Саша, Дитрих в смысле, в жизни бы не поверили. И ты представляешь, этот напыщенный идиот всего-то с парочкой охранников приплёлся, чтобы меня шантажировать, рассмеялся Дитрих. Ну а ты что? Спросил я, хотя уже и сам понял, что произошло дальше. Граф Войте совершенно забыл, что имеет дело не с изощрённым дворцовым интриганом, каким был сам, с какими привык состязаться за место у трона, а обычным наёмником, который ищет самый простой путь решения проблемы. Игрок, к слову, управляющий этим персонажем, был столь же прямолинеен. Так что в ту ночь граф, видимо, по пьяни, ошибся с направлением и вместо дверей в одной из башен прошёл через зубцы внешней стены, ухнув вниз и разбросав мозги по камням. Двое его телохранителей по заверениям режглотку, верного приятеля Дитриха, увидев, что патрон самоубился, от греха подальше свинтили из города. А на самом деле, поинтересовался я. И вправду свинтили? Серьёзно заявил Дитрих. «Правда, недалеко. Режглотку вытащил их и прикопал под скалой, неподалёку от стены». «Понятно», — хмыкнул я. «Ну хорошо, с графом ты разобрался, а дальше-то что было?» А дальше Дитрих развернулся по полной. Несколько особо ретивых дворян, недолюбливающих наёмника, вдруг покинули грешный мир. Кого-то прирезали грабители на улице, кто-то сам влез в петлю, кто-то был настолько пьян, что утонул в собственной ванне, «Слушай, а ты коварный», — заметил я. «А что делать? Дорога к власти — это дорога по головам». Пожал плечами Дитрих. Столь много смертей в короткое время вызвало панику среди дворян. До чего дворяне-королей тот занервничал. Но Дитрих был тут как тут. Втирался в доверие короля как мог и в конце концов даже спас ему жизнь, сорвав покушение. «Покушение, как понимаю, ты же и организовал», — уточнил я. «Конечно», — улыбнулся Дитрих. «Правда, потом нашёл истинных заговорщиков и всех их перевешал». «Нисколько не сомневался». Наконец, вершиной карьеры Дитриха как гвардейца стало отражение вторгшихся на территорию шиала вражеских войск. В качестве таковых выступали наёмники, нанятые соседом, которых Дитрих смог перекупить и уже сам, заручившись помощью этих самых наёмников, ударил по землям соседнего королевства, отжав кусок земли. Король был в восторге и впал в панику, когда Дитрих заявился к нему, заявив, что собирается покинуть свой пост, так как умер его дядюшка, и Дитриху нежданно-негаданно досталась дядюшкина баронская корона. Король не пожелал отпускать столь верного и умелого подданного, тем более, когда тот, как выяснилось, дворянин, пусть и другого королевства, и предложил Дитриху жениться на своей дочери. Дитрих возражать не стал. «И далее король умер», — хмыкнул я. «Дай угадаю, сердце не выдержало? Подавился? Неудачно лёг и задохнулся?» «Нет, классическое. Я бы даже сказал, профессиональное заболевание», — усмехнулся Дитрих. «Это какое? Был приступ гемороидальных колик, усилившийся от продолжительного употребления алкоголя, что и привело к преждевременному уходу из жизни?» «Это ты загнул», — рассмеялся Дитрих. «Не, всё проще. Апоплексический удар». Я нахмурился, но тут же дошло. «А, это от табакерки, что ли?» «От неё». «Завалил, значит, короля». «Я тут ни при чём», — замахал руками Дитрих. «Ну да, ну да. Мы тут ни при чём, мы тут ни при чём. Совсем не понимаем, не знаем, что почём», — пропел я. «Кушаем мацу, играемся с мечом», — поддержал меня Дитрих и засмеялся. Далее всё уже пошло по накатанной. Часть дворян возмутилась, что править ими баба не будет, они ей не подчинятся, так что бразды правления испуганная королева тут же передала сыну. Да только тот был ещё совсем младенцем, поэтому страной правил король-консорт, плавно переведённый сначала в регенты, а затем уже ставший полноправлым монархом. Для Дитриха все эти манипуляции оказались несложными, ведь у него на прикормке были многие чинуши, которые откопали древние законы, протащили решение, продвинули его. «Вот, собственно, вся история», — закончил Дитрих. «Теперь потихоньку прогрессорством занимаюсь». Он постучал по своему латному нагруднику. «А я-то думал, начнёшь завоёвывать всех да вся», — разочарованно вздохнул я. «Да я бы с удовольствием, но только стоит мне дёрнуться хоть в одну из сторон, тут же ответка с другой прилетит. Ты вот сам посуди. Слева от Шиала, ну, Свен. Стоит мне попытаться пойти на кого-то из соседей войной, ну, Свен тут же нападёт. Эти сволочи давно на меня зуб точат и хотят отхапать территорию. «Видите ли, когда-то Шиал входил в их сраную империю. Ну и на со мной, Свен, я напасть не могу. Слишком уж силы неравные. Завязну там и тут же в спину ударят ракад. У нас давние территориальные распри. Плюс я у них, ещё будучи гвардейцем, часть территории отжал». «Да, не фонтан», — кивнул я. «А с тобой что?» «Что-то ты как-то не так выглядишь. Вроде ж твой рмор и мой Дитрих ровесники, а теперь ты явно моложе выглядишь. Прям не узнать». «Колись! Моржевым усом там, на севере, натираешься», — улыбнулся Дитрих. «Ага, моржевым ухом», — невесело усмехнулся я. «Мой нынешний перст нермор». «Опа! А где рмор?» «Завалили». «Кто?» «Братец НПС, тугадум тупой. Гуков и Холодов». «Вот сволочи!» — посетовал Дитрих. «Хотя слышал я, Гуков уже отпрыгался. Его вроде ж попёрли из нашей конторы и в полиции дело звели». «Ага, был такое». «А сейчас я слышал, вообще куда-то так рога вмочил, что и завалили». «Снова да». Я не стал рассказывать о подробностях смерти Гукова. Оно Дитриху Сашке не нужно». «Так значит, ты в новом персе?» — вздохнул Дитрих. «Всё с нуля пришлось начинать?» «Ого!» — кивнул я. «Так, погоди. Братильник, ты говоришь, сговнился. Так ведь урмора племяш вроде был. И будто отношения у них были нормальные. Куда племянник-то делся?» «Без понятия. Я был далеко от Олдера, и узнать подробности было не у кого. Вроде как утонул. Корабли-альмёрки схлестнулись с кораблями конунга Сигурда. Там ратур и сгинул». «Печально, конечно», — вздохнул Дитрих. «Ещё как!» — буркнул я. «Но что случилось, то уже случилось. Главное, я снова смог стать ярлом и очень надеюсь в скором времени завалить конунга, оттяпать кучу островов». «Хочешь королём северян стать?» — вздохнул Дитрих. «Конунгом», — поправил я его. «И да, есть такое желание. Но если с конунгом, в принципе, всё на мази, то вот с Холодовым придётся помучиться». «Так с Альмёрки заключи союз и вперёд». «Вот тут как раз и засада». Я рассказал ему о своих сложностях, что мне нужен древень, дабы тот представил меня клану Альмёрки, и только тогда я бы попытался заключить с ними союз, а затем и раздавить к чёрту всех оставшихся врагов. «О как!» — выслушав меня, хмыкнул Дитрих. «Угу», — кивнул я. «Ну, чего ты от меня хочешь, теперь понятно, чтобы я тебе отдал Гора и всю его свору». «Да», — кивнул я. «Извини, но нет». «Почему?» «Меня твой дружок просто достал! Нет, чтобы ну Свен грабить, или вообще спуститься ниже и пощипать юг континента. Он сюда повадился. Достал уже! Сил нет просто!» «Ну давай я с ним поговорю. В конце концов у нас будет такой замес, что каждый человек на счету». «Нет», — покачал головой Дитрих. «Гор из меня много крови попил. Я с ракатцами бодался, и тут выясняется, что опять северяне пожаловали на побережье. Пришлось всё бросать и переться назад. Твой дружок имеет дурную привычку жить в моей деревне, и мне это совершенно не нравится». «Я с ним поговорю, и он больше не будет». «Да что за детский сад!» — рассмеялся Дитрих. «Нет уж, лучше я его повешу, и дело с концом. И всю его банду на кол посажу». «И чего ты этим добьёшься? К тебе тогда начнёт наведываться клон Альмёрке. Гор их союзник». «Ну, значит, и они получат по рогам». «Это глупо», — покачал я головой. «Да и повесив горы, ты проблему не решишь». «Как это «не решу»? Нет человека — нет проблемы». «Не в нашем случае». «Друган мой возьмёт нового перца, раньше или позже собьёт ватагу и будет мстить. Причём в таком случае шансов отговорить его прекратить не будет». «Так себе довод», — пожал плечами Дитрих. «Собьёт новую ватагу, поймаем её, и снова накал». «Да чего ты заладил, накал, накал?» «А ты, если есть что предложить, говори. Просто так эту козлину я тебе не отдам. Всё, я сказал». «Ладно, смотри», — тяжело вздохнул я. «Мне нужно время, чтобы закончить войну на севере. Шансы на это есть и неплохие, но мне нужны люди». «У меня нет и не дам», — перебил меня Дитрих. «Да я и не прошу. Ты дослушай». «Ну». «Когда у нас на островах война закончится, северяне вновь начнут набеги на континент, и ты будешь под ударом». «Почему это?» «Так тут у северян была масса успехов. Все захотят повторить подвиги Рмора-хитреца, но есть шанс всего этого избежать». «Как?» «Я поведу налётчиков на Нусвен». «Они вас разобьют в пух и прах». «Не разобьют. И я приеду не просто грабить». «А что тогда?» «Я коротко изложил свою идею. И чем больше я рассказывал, тем шире становилась улыбка Дитриха. «Чёрт! А мне твой план очень даже нравится!» «Ну, а если ты мне поможешь, то сам понимаешь, какая награда тебя ждёт». «От да!» Мечтательно закатил глаза Дитрих. «Ладно, чёрт языкатый!» «Уговорил!» «Отдам тебе всех этих уродов!» «Вот и отлично!» «А как ты, кстати, пояснишь это своим?» «Скажу, что продал этих тебе, что они и вам враги, но с тебя плата». «Какая ещё плата?» «Нахмурился я». «Пришлёшь мне пару кораблей с хламом, мехами, медовухой, ну и прочим, что у вас там есть, я раздам своим воякам, и все будут довольны». «А пару кораблей это не жирно ли будет?» «Хмыкнул я». «В самый раз! Груз с одной пойдёт как выкуп запленных, а груз со второго уже распродаж. Будем торговлю налаживать». «Хо, замётано!» «Кивнул я». «Ну, вот и договорились!» Дитрих грозно уставился на меня. «Но смотри, не вздумай меня обмануть!» «Мы вроде уже решили, что интерес у нас обоюдный от сотрудничества». «Я имею в виду, не облажайся у себя там, чтоб как с ромором не получилось». «А-а-а, ты в этом плане. Я постараюсь». Темница была ровно такой, какой ей и должно быть. Сырой, тёмной и страшной. Я шёл под ступеньком, идущим вниз, держа перед собой факел. Наконец лестница с неровными крутыми каменными ступеньками кончилась, и я зажигал по ровной поверхности. Где-то слышались капли, бьющие в камень. В темноте за ближайшей клеткой я слышал чьё-то то ли сопение, то ли кряхтение. Я прошёл несколько клеток, и стражник, сопровождающий меня, остановился возле очередной. «Они тут!» Я повернулся к решётке и позвал. «Гор! Эй!» В самом тёмном углу камеры заметил какое-то копошение, а затем к решётке подошёл мужик. «Это точно был не гор. Этот был настоящей глыбой. Здоровенный, мускулистый, всё тело покрыто шрамами и... Опа! А ведь я его знаю! Тарир-собака, присоединившийся к нашей ватаге ещё в самом начале моих приключений». К моему удивлению, Тарир меня тоже узнал. Причём очень сильно этому удивился. Он протёр глаза, нахмурился и уставился в меня так, словно дыру хотел проделать. Всё ещё не веря собственным глазам, он вдруг спросил. «Я что, умер?» «Да нет, вроде жив пока», ответил я. «Тогда почему я вижу мертвецов?» «Где ты их видишь?» «Я даже огляделся по сторонам». «Ты...» «Тебя ведь давно нет в живых», заявил Тарир. «Чего?» «Не понял я». «Ратор, племянник Рмора Хитреца, погиб на моих глазах. Во время сражения в море на Дракарах он сцепился с берсерком Конунга, и они оба упали за борт». Я собрался было ответить ему, что меня зовут Вотон, как вдруг услышал уведомления от приходящих один за другим системных сообщений. Глава вторая. «Я и Альмерки». «Ммм...» «Я прямо-таки глаза закрыл от удовольствия». «Вот и случилось то, чего я давно хотел». «Мой персонаж опознан, все статы теперь открыты, и главное, теперь-то понятно, кто такой мой Вотон». «Ваш персонаж — Ратор Одноглазый». Вот он. Известность — пять. «Тен Хойты». «Тен Эстрагета» — оспаривается. «Ярл Хойтланда». «Уровень — 42». «Сила — 12». «Ловкость — 10». «Интеллект — 14». «Телосложение — 10». «Восприятие — 6». «Навыки». «Владение топором — 11». «Обращение с животными — 4». «Владение щитом — 9». «Владение мечом — изначальный навык». «14». «Берсерк — 1». «Лидерство — 8». «Красноречие — 3». «Доступных навыков — 7». «Особенности». «Одноглазый — увечья. Снижает основную характеристику восприятия. «Человек благородных кровей». «Ручные животные». «Ворон — 1». «Ворон — 2». «Мунин». «Хугин». «Что ж, стоит признать, вот он, в смысле Ратор, в разы сильнее и мощнее своего дяди. Хотя, учитывая разницу по уровню, Ратор, вон, аж 42-й. Армор был каким... Чёрт уже не помню. Но не суть важна. Главное, на моём прошлом персе тут же Берсерк был явно выше. Да и вообще, статы все я раскидывал целенаправленно, в ловкость. А здесь всё усреднено, что ли. Но чего я хотел, ведь до моего попадания Ратор был просто НПС. Кстати, отметил я и неприятный момент. Свободных очков ни для характеристик, ни для навыков нет. Всё раскидало автоматически. Жаль. Зато есть возможность взять новые навыки. Вот только какой в этом смысл, если очков нет? Уж лучше дождаться нового уровня, и тогда... Хотя, кого я обманываю? 42-й левел. Тут попробуй ещё следующий возьми. Сколько я тут уже делов наделал? А уровень дали всего один или два. Так что нового придётся ждать долго и нудно. Да даже если и возьму. Если у меня и появятся новые очки навыков. Лучше ведь их не выбрасывать куда попало, а увеличить уровень Берсерка. К слову, обидно. Я думал, он будет повыше. С другой стороны, Ратор явно овладел навыком много лучше, чем Рмор. Ну, на прошлом Персии я прыгал туда-сюда. То в ветку медведей, то в ветку волков. Здесь же Ратор был и есть в ветке медведя. И, к слову, в этот раз я с неё никуда не уйду. Вот он! Я моментально свернул интерфейс и повернулся к позвавшему меня Рокону. Блин, только собирался спокойно всё поглядеть. До этого не получилось. Сначала забрали Гора, Тарира и остальных бойцов из тюрьмы. Затем плелись назад к побережью. Причём плелись молча, так как нас сопровождали солдаты Шиала. И вот на корабле, отойдя от берега, я только-только хотел разобраться с интерфейсом, когда... «А почему ты зовёшь его Вотоном?» Спросил сидевший неподалёку Тарир по прозвищу Собака. «Это долгая история», — вздохнул я. «Так нам и плыть не меньше», — хмыкнул Тарир. «Я думал, что ты умер, утонул. Где ты пропадал всё это время?» «У тебя что-то срочное?» Спросил я Рокона. «Нет», — покачал тот головой. Тогда я повернулся к Тариру. «Ну, слушай». Я рассказал ему всю свою историю. Как очнулся на берегу, как стал треллом, как затем получил свободу и повёл за собой людей на юг, как выбивал сатов с островов, строя своё ярлство. Тарир слушал меня прямо-таки с широко открытым ртом, перебив всего пару раз. «А чего ты сразу не сказал на Хойте, кто ты есть?» — поинтересовался он. «Да я не знал, кем являюсь. Память будто бы отшибла», — честно признался я. «Лишь когда ты назвал меня по имени, всё будто бы прояснилось. Наверное, здорово меня тогда в той битве приложило». «А ты не помнишь ничего?» «С момента, как погиб Рмор, вообще ничего». Я решил схитрить. Ведь действительно, ничего не знаю о тех событиях. Ни как мой персонаж жил, ничем занимался. Так недолго в просаг попасть. Так что легенду решил придумать сразу, чтобы вопросов ни у кого не возникло. Тариру, к примеру, такого объяснения хватило. «Да, тебя тогда приложили знатно. Ты сцепился с ульфхеднарами. Двоих убил, а вот третий. Вы чуть ли не зубами друг друга грызли. Ты ему выбил все зубы и глаз, а на лице живого места не было. Хотя и тебе знатно досталось. Один из тех уродов тебе то ли руку, то ли ногу сломал». «Ага, потрепало знатно», — кивнул я. «Ну, очухался. А это самое главное», — кивнул Тарир. «Жаль там, на корабле, я просто не успел за тобой. Ты ульфхеднара вроде убил все-таки, но он в тебя вцепился мертвой хваткой. Я не успел добежать, а ты вслед за врагом перевалился за борт. Ну а пока я все это сбрасывал с себя, ты уж скрылся под водой. Ушел на дно». Он хлопнул себя по броне. «Надо сказать, Тарир серьезно прокачал свой доспех. Это уже считайлаты были, а не бригантина. Вроде такое он раньше носил. И да, в таком действительно не поплаваешь. Вернее, поплаваешь, но исключительно в одном направлении, ко дну. И довольно быстро. Так что понятно, отчего он не смог мне помочь. Но я его и не виню». Я продолжил свой рассказ, и во второй раз Тарир меня перебил, чтобы задать вполне закономерный вопрос. Отчего я выбрал имя Воттон? Я не стал вдаваться в сложные объяснения, рассказывать, что просто хотел позлить своих хозяев, ведь в тот момент был просто треллом. Плюс мне на помощь пришел Рокон. «Это имя нашего бога», — заявил он. «Бога?» — нахмурился Тарир и внимательно осмотрел Рокона. «Ты же Нод. Или я ошибаюсь?» «Вот что за черт? Как все они умудряются отличать Нодов? Что в нас такого, что это очевидно каждому, включая не только местных, но и наемников с юга, вроде Тарира?» «Верно», — кивнул Рокон. «Но ноды бывают разные. К примеру, у семьяр Атора поклонялась Одину». «А вы кому поклоняетесь?» — удивился Тарир. «И мы Одину. Но у нас его называют Воттон». «Во как», — хмыкнул Тарир. «Иратор назвался именем бога? В наших краях его б в лучшем случае сожгли на костре инквизитора». «Что же в худшем?» — поинтересовался я. «Даже не знаю, что хуже». Задумчиво протянул Тарир. «Дыба?» «Колыбель керетиков?» «Кресло боли?» «Сапог?» «Осёл?» «Всё, я понял, у служителей Треликова широчайший ассортимент». «О, да!» — кивнул Тарир. «И не хотел бы я попробовать на собственной шкуре хоть один из них. Так и всё же, если ты назвался его богом...» Он кивнул на Роккана и спросил уже у него. «Чего ты его не убил?» «Собирался, но...» — пожал плечами Роккан. «Что но?» — заинтересовался я. «Тот, кто решил назваться именем бога либо неимоверно смел, либо необычайно глуп. Я решил выяснить это». «И что, выяснил?» Ротор не раз и не два доказал, что чертовски везуч, и ему благоволят боги. «С громким карканем мне на плечи опустились оба моих ворона. Два моих верных компаньона, сопровождающие во всех странствиях, не покинувшие ни на одном из островов». «О!» — уставился на птиц Тарир. «А ведь у вашего Одина тоже есть вороны. Их зовут...» «Монин и Хугин», — подсказал я. «Точно!» — щелкнул пальцами Тарир. «А твоих как зовут?» «Монин и Хугин», — ответил я. «Тааааак...» Тарир явно выглядел озадаченным. «Ты просто так их назвал, или это вороны Одина?» «Ты ведь южанин», — рассмеялся я. «Неужели ты веришь в наших богов?» «Мои меня никогда не слышали», — пожал он плечами. «Не уверен, что они есть, но, может, ваши есть, раз они говорят с некоторыми из твоего народа». Я удивлённо уставился на него. «Твой дядя, Рмор, говорил с богами. Они слышали его, а он слышал их. Они часто говорили ему, что нужно сделать или как поступить. Жаль только, они почему-то отвернулись от него, позволив твоему тупому папаше устроить ловушку». «Рмор стал слишком самонадеян», — ответил я. «Ловушка была очевидна». «Вот он тоже слышит богов. Они привели к нам Тената Арука, и та помогла нам в бою». Встрял не кстати Хватти, до этого сидевший неподалёку и молча слушавший нашу беседу. «Тената Арука?» — переспросил Тарир. «Ансу?» «Её», — кивнул Хватти. «Хитрая баба», — поморщился Тарир. «Хитрая и коварная. Раньше такой не была, а в последнее время её будто кто-то подменил». «Эх, Тарир, ещё как подменил. Я даже знаю, кто. Светка. Стерва такая хитро сделанная». «Ну, хватит о моих похождениях», — заявил я. «Расскажи, что сейчас происходит на Одларе. Что делают Нуки и Рагнар? Как там Копьё, Болли, Олов? И, кстати, если можешь, расскажи вкратце, что случилось с кланом Альмёрки с момента гибели Рмора, а то я ничего не помню». И Тарир рассказал. «Конечно, наверняка он не знал всего, но и то, о чём поведал, было немало. Я знал, что Нуки правил длинным островом, как Тен, а вот Рагнар и Ратор поделили Одлар и Эстрагет. Рагнар правил Одларом, но мой персонаж — Эстрагетом. Клан Альмёрки на долгие годы лишился лидера. Все вопросы они предпочитали решать сообща, будучи просто не в состоянии выбрать себе нового ярла. Наверное, именно поэтому никак не могли прийти к согласию. Не могли решиться на серьёзный удар по врагам. Никто попросту не хотел брать на себя ответственность. Но такой коллективный орган управления имел и свои преимущества. Клан ведь не развалился. Не был уничтожен из-за чьего-то неправильного решения, принятого в попыхах или без должных раздумий. Главное, Альмёрки всё ещё существовал и представлял собой довольно-таки мощную силу. «Вообще забавно. Я искал Гора, сейчас нагло дрыхнущего на носу корабля, чтобы тот стал эдаким посредником в моих переговорах с Ноки и Рагнаром. А на деле нужно было просто встретить кого-то, кто меня узнал бы, и таких людей ведь уйма. Ну, кто знал? И ведь не факт, что узнали бы. Ратор очень изменился с тех пор, как игроков перестали пускать в Норхард. Да чего о других говорить. Я его так и не узнал. Мой персонаж из Йонца превратился в брутального бородача, раздулся в плечах, подкачался и заматерел. Хотя причина того, что я его не узнал, заключалась совершенно в ином. Я-то видел его в последний раз под конец бета-теста, и он был тогда пацан-пацаном. Вот вроде как, вернувшись в Норхард, я понимал, что здесь уже успело пройти уйма времени, но разум отказывался ассоциировать этого мужичару, за которого я сейчас играю, с тем пацаном, которым был Ратор. Во всяком случае, в моей памяти. К слову, приглядевшись к Ториру и Гору, я заметил, что они постарели. Нет, Норхард очень сильно отличается от реального мира. Здесь дети быстро становятся подростками. Подростки быстро проскакивают очередную стадию, превращаясь в юношей и девушек, а дальше довольно быстро входят в зрелый возраст. И так существуют, нисколько не меняясь. Годам к пятидесяти начинают дряхлеть, покрываться сединой, но если детство и юношество пролетает в Норхарде неимоверно быстро, то зрелый возраст тянется намного дольше, чем в реальном мире. Будто бы до двадцати лет в каждом году всего по пять дней, а затем, до пятидесяти лет включительно, каждый твой год это дней шестьсот. Короче говоря, растут быстро, стареют медленно. Теперь, когда я опознан, на Одларе меня встретят уже без опаски. Я хорошо известный им Ратор, который к тому же за время своих скитаний смог сколотить собственное ярлство. С таким человеком они точно заключат союз, или, быть может... Тут я затаил дыхание. Ранее наиболее логичным развитием событий я видел союз с Альмёрке. Они помогут мне с врагами, я стану конунгом, но Альмёрке сохранит свою независимость. Теперь же... Теперь, если я докажу, что ничем не хуже Рмора, своего дяди, то вполне могу оказаться полноправным конунгом всех северных островов. Все викинги, все племена станут под мои знамена, и тогда... Но не буду шить из шкуры неубитого мной медведя новые вещи. Сначала надо сделать, а уже затем мечтать. Одлар встретил нас пасмурной погодой, холодным ветром и промозглым дождём. Ну вот, кажется, лето, не успев начаться, уже и заканчивается. Печально, конечно. Особенно печально, что времени у меня становится в обрез. Стоит только морю замёрзнуть, как люди конунга могут вернуться с Вестланда домой без всяких кораблей. Попросту пешком по замёрзшему морю. И такой расклад мне совершенно не нравился. Когда мы уже подходили к берегу, на песчаном пляже я заметил нескольких человек, кутающихся в плащи, глядящих в нашу сторону. Так, а это кто ещё такие? Когда наши корабли ткнулись носами в берег, сам я соскочил с борта в мокрый песок и побрёл к встречающим, довольно быстро разобравшись, кто именно ждал нашего прибытия на берегу. Вместе со мной, практически нога в ногу, шёл гор. А вот на берегу нас ожидал Олаф, Рагнар и Копьё. «Рад приветствовать тебя, гор!» Сказал Рагнар. «Как прошло твоё плавание? Богатую ли добычу привёз? Что ты слышал, что ви...» Он резко оборвал традиционное приветствие, когда разглядел моё лицо. Рагнар нахмурился, сощурил глаза, словно бы пытаясь лучше меня разглядеть, но было понятно, что он не верит тому, что видит. Зато Олаф поверил гораздо быстрее. «Ратор? Ты ли это?» Он бросился ко мне и заключил в объятья. «Где ты был? Мы были уверены, что ты утонул!» «Да ну! Это не может быть, Ратор!» Проскрежетал Копьё, подходя ближе. «А ты, Копьё, совсем не изменился!» — хмыкнул я и хлопнул старика по плечу. «Всё такой же брюзга и упрямый невежда!» «Я знаю этот голос!» Чуть не заорал Копьё и растянул губы в улыбке, показав сразу все прорези в ряду зубов. «Да...» «Немного же их у него осталось!» «Как это возможно?» Подошёл к нам и Рагнар. «Ратор?» «Здравствуй, Рагнар!» — кивнул я ему. «Брат мой, ты жив!» — воскликнул Рагнар и, как и Олаф пару минут назад, заключил меня в объятия. «Это просто невозможно! Как ты выжил?» «Сам не знаю», — пожал я плечами. «Пришёл в себя на хоите со сломанной ногой и рукой, весь в ранах и, что самое обидное, ничего о себе не помню. Даже имени своего не знал». «Но как ты...» «Так случилось, что решил подорговать с южанами. Встретился с их королём. К слову, знаете, кто это?» «Король южан?» «Один из конунгов», пояснил я, спохватившись. «В Шиале сейчас правит Дитрих. Помните такого?» «Кто?» — в один голос воскликнули все трое. «Это так», — кивнули гор. «Мы пришли грабить их селение, а там, как оказалось, в домах нас уже поджидали солдаты», пояснил Тарир. «Мы ничего и сделать не могли». «Затем появился Ратор и вытащил нас», закончил за Тарира гор. «А ты там, как оказался?» подозрительно покосился на меня копьё. «Я слышал, что к берегам Шиала отправились люди-альмёрки и решил их найти». «Чего сразу на Одлар не отправился?» всё ещё сверлил меня взглядом копьё. «Да пойми ты», — рассмеялся я. «В тот момент даже не знал, кто я есть на самом деле, и хотел просто поговорить с одним из ваших людей, помочь ему, а только потом плыть на Одлар. Уже там, в Шиале, меня увидел Тарир, позвал по имени, и я понял, кто я вообще такой». «А кем же ты себя считал до этого?» — удивился Олаф. «Вы слышали про новое ярлство, Хойтланд?» Все трое утвердительно кивнули. «А про вот она, ярла Хойтланда?» Снова кивки. «Ты сложишь ему?» спросил копьё. «Хуже!» — усмехнулся я. «Вот он, это я и есть!» Изумление на всех трёх лицах было не передать словами. Это нужно было только видеть. «И направлялся я к вам для того, чтобы заключить союз», — закончил я. «Ты племянник Рмора. Единственный, кто может претендовать на его титулы», — заявил, наконец, Рагнар. «Как ты сам с собой хочешь заключить союз?» «Альмёрке долгое время управлялся тобой. А длинная земля — ноки. Теперь это ваши люди. Но если вы присоединитесь ко мне, клянусь, мы создадим великое конкурство. Объединим Север!» «Я уже слышал о таком», — раздался чей-то голос. Я повернул голову и увидел здоровенную детину, чье тело и даже лицо было изукрашено татуировками. В руках этот амбал держал устрашающего вида секиру. «Ноки!» «Рад видеть тебя, ноки!» — сказал я и двинулся к нему. «Не скажу того же», — буркнул тот. «Почему?» «Мы враги?» Я остановился. «Вот блин! Только взбрыков старого берсерка мне не хватало!» «Я не знаю, кто ты. Ты похож на Ратора. Говоришь, как рмор. Но кто ты на самом деле?» «Ратуры есть. Или ты меня не узнал?» «Ты сам себе не узнал, пока тебя не позвал по имени Тарир». «И что?» «Может, ты и не Ратор. Может, ты вообще не человек». «А кто же я тогда?» «Драугр», — пожал плечами ноки. «Ну вот, теперь меня еще и выдохи вариант скандинавских зомби описали. В моих венах течет живая кровь. Я похож на мертвеца?» — осведомился я. «Не похож», — не стал спорить со мной ноки. «Раз не похож на мертвеца, но и не являюсь Ратором, то кто же я тогда?» — спросил я. «Сейчас узнаем», — ответил ноки. «Его секира свистнула, рассекая воздух, а сам он бросился на меня. Двигался он с нечеловеческой скоростью, и мне не оставалось ничего другого, кроме как перейти в режим берсерка». Субтитры сделал DimaTorzok